Статистика числа возгораний в этом году заметно выросла. С такого неутешительного заявления спикеры начали свое выступление. По сравнению с прошлым годом вырос и ущерб от возгораний, который составил 139 миллионов тенге, не говоря уже о причиненном вреде жизни и здоровью населения. Представители областного департамента по чрезвычайным ситуациям сегодня рассказали и о главных правилах для снижения риска пожаров. За текущий год, 2020, зарегистрировано чуть более 700 пожаров. В прошлом году их было больше – 850. У нас в текущем году снижение на 17%. Из них 387 пожаров, то есть почти более 60% произошло в жилом секторе. 147 пожаров на автотранспортных средствах. Ущерб от пожаров составил более 139 миллионов тенге. В прошлом году данный ущерб составлял всего лишь 33 миллиона. То есть в текущем году у нас рост почти в 4,5 раза по ущербу. С наступлением отопительного периода в нашей области участились случаи взрывов газовых баллонов, которые неправильно эксплуатировались. 15 ноября произошел взрыв газового баллона, как вы все знаете, помните, в Хромтауском районе. Город Хромтау в связи с чем пострадало 4 человека и, к сожалению, погиб один человек позднее в больнице. Хлопок произошел по причине того, что хозяин дома занес полный 5-литровый баллон. В нарушении правил пожарной безопасности данный баллон был заправлен на автогаззаправочной станции. Он был занес с мороза в теплый дом. В этом случае происходит расширение баллона, расширение паров. В преддверии главного зимнего праздника традиционным приобретением граждан становятся фейерверки, гирлянды и светодиодные украшения, которые также необходимо использовать строго по инструкции. А при их покупке необходимо требовать у продавца сертификат качества. В пиротехнических изделиях данная работа будет продолжена и до Нового года, и в праздничные дни после Нового года. Значит, на сегодняшний день, вчера эта работа была начата, мы выезжали на центральный рынок. Но если взять за последние года, то есть за последние 5-10 лет, то, конечно, все могут видеть, что такая продажа, она уже сходит на нет практически. То есть, если раньше на каждом шагу продавались данные изделия, то сегодня уже, значит, люди стараются соблюдать законодательство. За это предусмотрена административная ответственность. Специалисты службы ЧАЭС напомнили, что при выходе из дома необходимо отключать электроприборы и праздничную иллюминацию, и не оставлять дома детей без присмотра, так как зачастую причиной пожара в доме становится детская шалость. Тамирис Шумабаева, Алексей Уразов, программа «Факт».